Королева марафонов Елена Блиновская снова оказалась перед видеокамерой, в наручниках и в сопровождении конвоя. В Савеловском суде сегодня состоялось подварительное заседание по делу о неуплате налогов почти на миллиард и отмывании денег. Журналистов в зал не пустили, но некоторые подробности все же удалось узнать. Слово Екатерине Лихомановой. Как многие оскандалившиеся звезды российского шоу-бизнеса, не менее известная королева марафонов Елена Блиновская явилась прямиком из СИЗО в Савеловский суд в так называемой «черной водолазке для извинений». Но извинениями явно тут не отделаться. К началу судебного процесса Блиновская должна государству больше миллиарда рублей. Процесс по делу Елены Блиновской, так сказать, на старте. Предварительное заседание, как и положено, проходит в закрытом режиме. Так что у королевы марафонов пока нет возможности сделать какие-то заявления. Журналисты дожидаются всех новостей на пороге суда. Известно, что за время следствия Блиновская погасила лишь небольшую часть долгом – 230 миллионов рублей. Сумма, фигурирующая в уголовном деле о махинациях с налогами, тоже значительно меньше миллиарда. Остальная задолженность – это штрафы и пение. К расследованию они напрямую не относятся. Недавно Блиновской удалось продать квартиру отца в элитном ЖК в центре Москвы за 70 миллионов рублей. Но с ее долгами погода это не делает. Я просто вытаскиваю нужные, скажем так, ресурсы из человека. По данным следствия, Блиновская долгие годы получала доход от продажи так называемых марафонов желаний. Там обещала и бизнес успешный помочь построить, и даже замуж удачно выйти. Главное верить. Люди верили и платили, а блогер тем временем складывала деньги наивных учеников в карман и параллельно дробила бизнес, не желая переходить на общую систему налогообложения. Для того, чтобы мне прощупать, как работает эта система, пришлось на себе чуть ли не шаманов испробовать. Мужа королевы марафонов Алексея Блиновского тоже, кстати, обвинили в неуплате налогов. Вскоре после этого он принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Вечером они уже должны быть здесь. Дальнейшая информация об Алексее противоречивая. Его объявляли в розыск, и судя по официальным источникам, это решение никто не обжаловал. Тем временем его супруга Елена Блиновская отвечает перед законом, как говорится, по полной программе. И думает, как же выбраться с долгового дна. Иначе ей может грозить серьезный срок за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере за легализацию денежных средств до 16 лет лишения свободы. По итогам предварительного заседания суд продлил Блиновской арест на полгода. Первое слушание по существу назначено на 30 августа. Екатерина Лихоманова, Юрий Жексымбаев, Москва, 24.